Дорогие друзья, дорогие друзья, дамы и господа, у нас сегодня большой день, который цивилизирует очередной лет в развитии детского партнерства, сотрудничества между Министерством у нас странных дел и Российским Союзом. В прошедшем периоде, а он был очень простым, за, скажем, два года, после начала пандемии, наши традиционные тестовые связи, которые были нацелены на обеспечивание дискриминационного подхода к российскому бизнесу на международной арене, к экономическому сопровождению групп инвестиционных параметров на всех континентах по большому счету. Нашей планеты и многие другие, менее масштабные совместные усилия, которыми принимали все это, было дополнено огромной работой, которую пришлось проводить с начала пандемии. Прежде всего, МИД был подействован в организации вывоза наших граждан, которые оказались за границей в тот самый момент, когда были повсеместно введены в речи. Более 300 тысяч россиян удалось вернуть, и особое значение имела организация такой работы в тех странах, куда не было нерегулярных рейсов, и в тех странах, где оказалось не сотни тысяч, а буквально несколько человек. И эта кропотливейшая работа, которую требовала дополнительная инвестиционная работа, была сделана во многом благодаря той помощи, которую мы передавали наши друзья из Российского союза промышленников. Это лишь один такой яркий приказ был очень эмоционально, воспринимался очень эмоционально нашим населением, нашими гражданами, и мы вместе организовали эту акцию своих невросальных. И я бы очень хотел именно этот аспект выделить в наших совместных усилиях с Российским союзом промышленников и Германии за последние полтора-два года. Но еще раз подчеркну, это лишь один из, наиболее ярких, может быть, с точки зрения, публичности и того внимания, которое это присутствует. Но лишь один из аспектов нашего детского сотрудничества и усилия Российского союза промышленников и предпринимателей, его членов, коллективных членов, депутатных членов. Отмечена награда для полиции, для полиции, для полиции Российской Федерации, которые эти мероприятия сейчас включить. Именно также наши знаки отличия, Министерство иностранных дел, хотим сегодня передавать представителям, как мы, если есть следующий вопрос. Распоряжением правительства Российской Федерации за большой вклад в организацию и проведение в 2020 году мероприятий по возвращению в Российскую Федерацию граждан России и стран Африки и Ближнего Востока в связи с пандемией коронавирусной инфекцией награждены. Почетные грамоты правительства Российской Федерации, коллектив публичного акционерного общества «Трубная металлургическая компания». Для получения награды приглашается Пумпианский Дмитрий Александрович, председатель Совета директоров ПАО «Трубная металлургическая компания». Коллектив акционерного общества «Международный аэропорт Шереметьево». Для получения награды приглашается Пономаренко Александр Анатольевич, председатель Совета директоров АО «Международный аэропорт Шереметьево». Гуцериев Михаил Сафарбекович, председатель Совета директоров ПАО «НК «Руснефть». Объявлена благодарность правительству Российской Федерации Кузьмину Дмитрию Владимировичу, исполнительному вице-президенту Российского Союза промышленников и предпринимателей. Приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации за активное содействие МИД России в организации возвращения на родину российских граждан из стран Африки и Ближнего Востока в условиях пандемии коронавируса награждены нагрудным знаком Министерства иностранных дел Российской Федерации за вклад в международное сотрудничество. Гуцериев Михаил Сафарбекович, председатель Совета директоров ПАО «НК «Руснефть». Нагрудным знаком за взаимодействие Министерства иностранных дел Российской Федерации Пономаренко Александр Анатольевич, председатель Совета директоров АО «Международный аэропорт Шереметьево». Умпянский Дмитрий Александрович, председатель Совета директоров ПАО «Трубная металлургическая компания». Приказы МИД России за многолетнее плодотворное взаимодействие с МИД России, а также значительный вклад в реализацию мероприятий Министерства, направленных на оказание содействия в возвращении граждан РФ на родину в период пандемии коронавирусной инфекции, награждены Нагрудным знаком за взаимодействие Министерства иностранных дел Российской Федерации Сытин Федор Михайлович, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности АО «Международный аэропорт Шереметьево». Шохин Александр Николаевич, президент Российского Союза промышленников и предпринимателей. Приказы МИД России за значительный вклад в развитие экономического сотрудничества с зарубежными странами Награждены Нагрудным знаком за взаимодействие Министерства иностранных дел Российской Федерации Виксельберг Виктор Феликсович, председатель Совета директоров АО «Компании Ренома» Гурьев Андрей Андреевич, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Федун Леонид Арнольдович, вице-президент ПАО «Лукойл» Федун Леонид Арнольдович, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Церемония завершена, благодарю. Сергей Ильич, церемония завершена. Во-первых, я хотел бы от имени награжденных, поблагодарить и не правительство Российской Федерации, и Министерство иностранных дел за высокую оценку нашего вклада в решение от официальной, значимой и демократно позитивно-открасной акции по сокращению российских граждан в самый, может быть, сложный подлинный период, когда было почти ничего не понятно о масштабах детства, о должительности. И, безусловно, это один из примеров нашего структура за последние полтора-два года. Но сегодня, проводя срок, мы, во-первых, подчеркнули, что их направления много, это формирование совместной повестки дня, которая в равной степени интересует бизнес, и демократно, и, безусловно, реализация этих всех согласованных правительств, является тоже нашей задачей на ближайшее время. И я хотел бы в порядке завершения наградных церемоний облачить на решение Республики. Если можно, не... За отставлено интересов российского бизнеса в международной арене президент Российского Союза промышленных предпринимателей награждает почетным знакомом Российского Союза промышленных предпринимателей Захарова Мария Владимировна, которая в дальнейшем представлениях не нуждается. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ